Добрый вечер на 12-м канале. Час новостей в студии Анны Черных сегодня в выпуске. Шоппинг отменяется. Надо сегодня как можно меньше быть в контакте. В Омске на неделю закроют крупные торговые центры. Антисептики по уникальным формулам. Есть у нас несколько средств, которыми мы гордимся. Омские предприятия увеличили выпуск дезинфицирующих средств на время пандемии. Инструкция по безделью. У вас дома нет ни штанги, ни гантелей, ни беда. Как не заскучать в четырех стенах и устроить незабываемый карантин. Вернут к жизни легенду военного времени. Машина очень интересная. Она сразу и первая, и последняя, и единственная. Омск-Трансмаш выпустит копию уникального броневика. И из домашних питомцев звезды манежа. Умница, пёса, хорошо. Двух омских самоедов взяли на работу в цирк с мировым именем. Регион закупает два десятка аппаратов искусственной вентиляции легких. В случае необходимости они смогут поддерживать жизни пациентов с серьезными осложнениями при пневмонии. Область готовится к возможному распространению коронавируса. О том, какие решения уже приняты в штабе по борьбе с инфекцией, сегодня доложили Александру Буркову. Лаборатории для анализа на COVID-19 готовы развернуть в любое время. А на базе медуниверситета появился штаб помощи пенсионерам. Волонтеры приносят на дом пожилым людям продукты и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги. В учреждениях и на предприятиях должны ежедневно измерять температуру сотрудников, не допуская на производство простуженных работников. Минэкономики, в свою очередь, принимают меры по поддержке бизнеса. Разработан законопроект, который предусматривает снижение налоговых ставок для гостиниц и общепитов, торговых предприятий и развлекательных учреждений. Сейчас его рассматривают в Министерстве финансов. О том, как работать в условиях пандемии сегодня с представителями бизнес-сообщества, говорил Александр Бурков. Многие компании сейчас теряют деньги. Поэтому губернатор отметил, помимо федеральных мер поддержки, в Омской области появятся и региональные. К примеру, уже работает штаб поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь собирают информацию о состоянии бизнеса, рассказывают о принятых мерах и принимают запросы от предпринимателей. Самые актуальные обобщат, чтобы в правительстве могли принять конкретные решения. Сегодня стало известно, что крупные торговые центры в Омске закроют как минимум на неделю. В областном правительстве сейчас готовят соответствующий документ. Работать продолжат лишь продуктовые магазины, которые находятся на территории центров. Ограничения начнут действовать с понедельника 30 марта и продлятся до 3 апреля. Это позволит людям избежать соблазна отправиться за покупками во время карантина. Надо сегодня четко выполнять рекомендации специалистов и как можно меньше быть в контакте. Это сегодня позволит, конечно же, но не 100%, но, по крайней мере, с высокой вероятностью, предотвратить распространение данного заболевания. А вот комендантский час в Омской области вводить не будут в соцсетях. В мессенджерах сегодня опубликуют очередной фейк. В региональном правительстве отметили, необходимость введения комендантского часа, то есть запрета на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток, сейчас нет. А за распространение ложной информации предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Тем временем число омичей, находящихся в самоизоляции, выросло почти до 4 тысяч. Случаев заболевания коронавирусом в регионе по-прежнему нет. У 19 человек признаки ОРВИ, все они сейчас проходят лечение в инфекционной больнице. В Минздраве напоминают, предстоящую нерабочую неделю нужно провести в самоизоляции и максимально исключить контакты с другими людьми. В России общее число заболевших уже превысило тысячу. За сутки было выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. Оперштаб сообщает об одном летальном исходе. Омские медики учатся оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Новую образовательную программу запустил медуниверситет. Разработана она на основе опыта стран, где распространился COVID-19. Обучение интерактивное с помощью манекенов-тренажеров. Первый этап – защита. Медики облачаются в специальные костюмы. Это комбинезон, который полностью закрывает кожу, бахилы и респираторы. Обучают даже тому, как снять спецодежду, чтобы инфекция не попала на кожу. На трехдневных курсах медикам рассказывают, как диагностировать коронавирус. Объясняют методы лечения при пневмонии с использованием аппарата искусственной вентиляции легких. Особенности протекания болезни у детей, беременных и пенсионеров. Курсы рассчитаны на врачей, поликлиник и общей практики. Наше обучение – это не новость. Доктора, анестезиологи, реаниматологи обучены работать с аппаратурой. Знают они ее очень хорошо. Умеют хорошо с ней обращаться. Это профессионалы. Есть нюансы в плане средств индивидуальной защиты, соблюдения противоэпидемических мероприятий, безопасности персонала. В борьбу с коронавирусом включились омские предприятия. На время пандемии заводы увеличили производство дезинфицирующих средств. Все формулы разработаны омскими химиками. Специалисты уверяют, многие конкуренты из других регионов хотели бы заполучить уникальные рецепты. Подробности у Елены Смирновой. В колбе вихрь из моющего средства. Прежде чем продавать мыло или антисептик, составы тщательно анализируют в лаборатории. Проверяют щелочной баланс, безопасность, эффективность. Чистящие и дезинфицирующие растворы это предприятие создает уже 20 лет. Все формулы химики разрабатывают сами. Есть у нас несколько средств, которыми мы гордимся. Которые составы действительно у нас разработаны и хотели бы и другие предприятия получить подобные составы. Используется высоко щелочное средство для обработки алюминия. Оно снимает нагары и в то же время не травит алюминий. Щадящий к нему относится, что очень важно для пищевых производств. Мы эту формулу держим, скажем так, в секрете и никому не рассказываем. Продукцию можно найти в супермаркетах, закупают средства и промышленники для обработки оборудования. Сейчас много заказов и на антисептики для рук. А здесь изобретают и конструируют медицинскую технику. Этот аппарат Тензилор помогает в лечении целого спектра недугов. От простуды до онкологии. Разработали его именно омские биоинженеры. Прибор позволяет эффективно промывать миндалины. Раньше из-за хронического танзилита или ангина их приходилось удалять. Мы разработали озонатор, который с одной стороны, озон, уничтожает всю патогенную микрофлору. Именно нейробы, которые губят и в воспалительном процессе участвуют активно. И фактически уводят здоровый организм из состояния нормы. Как сейчас, допустим, коронавирус. Так вот, Тензилор – это один из методов, параллельно используемый при лечении больных коронавирусом. Ежегодно здесь создают примерно 600 аппаратов. Медтехнику покупают частные клиники со всей страны. На предприятии уверены, прибор может стать одним из средств для лечения китайской пневмонии. Вирус поражает носоглотку и бронхи. А если санировать, то есть как следует прочищать зараженные участки, состояние пациента улучшится. Технологии заинтересовались в США. Однако омские ученые отмечают, за границей регистрировать и продавать аппараты сложно и дорого. К тому же, прежде всего, необходимо обеспечить оборудованием отечественные клиники, чтобы проблема COVID-19 в России не приобрела европейский размах. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Названы новые даты проведения госэкзаменов. Их скорректировали из-за пандемии коронавируса. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 8 июня. Это на две недели позже запланированного срока. Изменится и расписание ОГЭ. Его сдают ученики девятых классов. Первое испытание назначено на 9 июня. В Рособорнадзоре также обсуждают варианты организации экзаменов в дистанционной форме. На случай, если в привычном виде их провести не удастся. Однако пока это лишь предположение. Реальные решения примут не раньше второй декады мая. В зависимости от эпидемиологической ситуации. Детские пособия начнут выдавать уже с апреля. Ускорить выплаты поручил Владимир Путин. Родителям, претендующим на маткапитал, назначена дополнительная денежная поддержка по 5 тысяч рублей. Ее будут выдавать ежемесячно. Пособия на детей от 3 до 7 лет тоже начнут перечислять раньше. Не с июля, а с июня. Строго по графику будут начисленные пенсии. Также в апреле ветераны получат выплаты к юбилею Победы. Обращаться в территориальные органы пенсионного фонда пожилым не нужно. Расчеты проведут автоматически. В сети появился единый портал полезных сервисов, которые помогут пережить изоляцию. Он доступен всем российским пользователям. Сегодня здесь собраны больше 200 ссылок на приложения с самыми разными услугами. Информация сгруппирована по типам потребностей. От заказа еды до получения медицинских консультаций в режиме реального времени. Есть и адреса образовательных платформ, где можно дистанционно повысить квалификацию. По удаленке работают также транспортные и почтовые сервисы. Настроить себя на позитив и сделать то, что давно откладывали такой совет. Психотерапевты дают тем, кто отправляется на самоизоляцию. Распорядок дня советуют оставить прежним спать по 7-8 часов в день. Будет полезным составить график, чтобы больше успевать. Перерыв в работе – хороший шанс провести время с семьей, поиграть с детьми, вместе посмотреть фильм. Главное во время карантина максимально разнообразить свое нахождение в четырех стенах, чтобы не ощутить эффекта дня сурка. Если это взрослые люди, которые оказались наедине с собой, есть возможность дойти своими руками, глазами и ногами до тех мест в квартире, в шкафах, в своей голове, в своем компьютере, чему раньше мешала спешка и недостаток времени. А это более чем достаточно. Можно заняться своим личностным ростом, можно медитировать, можно заняться рукоделием, кулинарией. А вот пользователи соцсетей, которые уже находятся в самоизоляции, даже составили инструкцию по правильному безделью. В соцсетях сотни видеороликов с рецептами идеального карантина. Дарья Шадрина сделала подборку самых интересных и узнала у наших коллег, чем они планируют заняться на предстоящей неделе. Пока большая часть россиян лишь готовится уйти на карантин, многие за время изоляции уже успели стать настоящими экспертами в вопросе, как не заскучать в четырех стенах. Первое, что приходит в голову, займитесь спортом. Спортзалы на карантине, а у вас дома нет ни штанги, ни гантелей, не беда. Если у вас есть девушка, то упражнения можно выполнять вместе с ней. А вместо спортинвентаря можно смело использовать запасы продуктов или туалетной бумаги. Виртуозные трюки с рулоном сейчас проделывают даже профессиональные футболисты. Таким снарядом, в отличие от мяча, дома точно ничего не разобьешь. Так что играть можно даже с детьми. Видео семейного карантина, кстати, как показывает практика, в соцсетях набирают сотни и даже тысячи просмотров. А вот некоторых идей остаться один на один с родными страшит. У тебя есть два варианта. Вариант А. Сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б. 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 Вариант Б. Кстати, тяжело в заточении может быть не только членом семьи, но и животным. Зоопсихологи предупреждают. Для домашних питомцев карантин-стресс. Котов и собак внезапно берут в напарники по играм и даже устраивают им лекции. Некоторые усатые-полосатые такого внимания не выдерживают. Сори. Всю ближайшую неделю россиянам советуют максимально ограничивать круг контактов. Но соцсети и интернет это не касается. Так что проведите это время максимально полезно и снимайте веселые видео. Ведь смех, как известно, лучшее лекарство. Дарья Шадрина, 12 канал. И смотрите далее в программе. Истина в цене. Общественники проверяют стоимость продуктов на омских рынках. Удалось ли найти заоблачные ценники? Первый выход в свет. Медведица в Большереченском зоопарке показала сотрудникам зверинца новорожденных малышей. И враг моего врага, мой друг. Пару ударов в бою я за тебя сделаю. Саша, это цена для тебя. В разборке между Шлеменко и Емельяненко включился Магомед Исмаилов. Почем гречка? Омские общественники и волонтеры сегодня проверяли цены на левобережном рынке. Промониторили ценники на все продовольственные товары, начиная крупами и заканчивая сладостями. И это не единственный выезд общественников в магазины. Акция будет длиться две недели. Торговые точки выбирают произвольно. Мониторинг проводят, чтобы изучить, не взвинтили ли торговцы цены. Инициаторы масштабной проверки – молодогвардейцы. К ним присоединились волонтеры Победы, студотрядовцы и просто неравнодушная молодежь. У кого-то каникулы, кто-то свободен из молодых людей. И непосредственно те, у кого активная гражданская позиция, присоединяются к нам. И мы совместно выезжаем и проверяем точки продажи продуктов питания. На данный момент повышение цен не замечено. Общую обстановку будет оценивать профильные ведомства. Все данные мы передаем Министерству экономики и Департамент экономической политики города Омска. Уникальную машину готовится выпустить «Омск Трансмаш» – легкий бронеавтомобиль, разработанный в 1941 году с оглядкой на трофейную немецкую технику. Его широко применяли для разведки и поддержки пехоты. С какими сложностями столкнулись специалисты завода при постройке своей копии бронеавтомобиля и чем она будет отличаться от оригинала, знает Денис Жарков. Лучшая бригада Омск Трансмаша строит реплику знаменитого БА-64 – легкого бронеавтомобиля, выпускавшегося в стране с 1942 по 1946 год. Заводской документации чертежей нет, поэтому делают по образцу этой копии броневика из частной коллекции. БА-64 – машина очень интересная. Она сразу и первая, и последняя, и единственная. Это первый советский полноприводный бронеавтомобиль. Единственная машина такого класса, поставленная на вооружение в годы Великой Отечественной войны. И последний советский бронеавтомобиль. Вообще после войны их сменили бронетранспортеры. Всего с конвейера сошло больше 9 тысяч броневиков. Машина была тесной и подслеповатой, зато обладала хорошей маневренностью и проходимостью. Оригинальные броневики делали на базе ГАЗ-64 и его преемника, знаменитого козлика ГАЗ-67. Омск-Трансмашевский бронеавтомобиль будет более продвинутым, хотя менее историчным. Рама от послевоенного ГАЗика. Тот автомобиль, на базе которого мы строим наш броневик, это ГАЗ-69. К сожалению, не удалось в короткий срок найти шасси в хорошем состоянии. Как правило, такие машины в таком возрасте являются уже не совсем, скажем так, пригодными для изготовления такой тяжелой конструкции, которая на ней будет установлена. Хоть бронеавтомобиль и зовется легким, его корпус весит немало, как и в оригинале использовалась 5-миллиметровая сталь. Только обводы несколько иные и размеры чуть побольше из-за другого шасси. Еще пара недель и машину можно ставить на ход и красить. Там внутри еще нужно будет установить сиденья водителя, рулевые тяги, ну это уже мелочи, понимаете. В основном все сделано, и с двигателем немножко, и все. В принципе, можно ехать. То есть к параду она готова будет уже всяко разная. Реплика будет участвовать не только в парадах, но и в исторических реконструкциях, а в остальное время ее можно будет увидеть в музейном комплексе Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи. Денис Жарков, Павел Манжос, 12 канал. Омск сегодня встречал участников героического перехода Хабаровск-Москва, приуроченного к 75-летию Великой Победы. В городах по пути следования дальневосточные бойцы проводят митинги и возлагают цветы к вечному огню. Сегодня в планы военных внесла коррективы пандемия коронавируса. Митинг в Омском парке Победы получился немноголюдным, а встречу с курсантами автобронетанкового института и вовсе пришлось отменить. Стартовал пробег 28 января. Участники преодолели уже больше 5000 километров, осталось около трех. Пока погода позволяет, добираются на лыжах и снегоходах. После пересядут на велосипеды, квадроциклы и бронеавтомобили «Тигр». Военные говорят, марш-бросок проходит в штатном режиме, на усталость они не жалуются, а по дороге даже успевают любоваться местными красотами. Это такая красота. Байкал, горы, леса. Леса меняются практически через каждые 10 километров. Где-то сосняк, красивые сосны, где-то березки, где-то просто поля, холмы. Вообще очень красивая страна у нас. И чтобы это понять, ее надо увидеть всю. Завтра бойцы отправятся в Тюкалинск. Их еще ждет путешествие по Уралу и по Волжью. А 7 мая, через 100 дней после старта, участники автопробега финишируют в столице. Остались без хозяев и теперь готовятся стать звездами манежа. Королевский цирк Геерадзе нашел в Омске новых артистов, двух красавцев-самоедов. Сейчас псы делают первые шаги на манеже, осваивают самые простые трюки. Как четвероногих новичков приняли уже состоявшиеся артисты, знает Юлия Думанова. Это парочка красавцев-самоедов, новички в трупе. Крутиться в колесе и исполнять кульбиты пока не умеют. Умница, пёса, хорошо, молодец. Собака по имени Пёс делает первые шаги на сцене. Артисты цирка назвали самоеда, как в одноименной книге французского писателя Даниэля Пинако. А это помочка. Собак никогда не дрессировали. Впрочем, они смышлённые от природы, говорит дрессировщица Екатерина Запашная. И вполне смогут стать артистами даже не в юном возрасте. Главное – дарить им любовь. Очень важно ему прям показать, что он очень молодец, что он прям супер вытворяет сейчас что-то невообразимое. И поэтому очень много времени тратится именно на ласку. Может репетиция, час пройти только вот такая. То есть ты сидишь и гладишь, и говоришь, что он молодец. Королевские цирки и радзе гастролируют по всему миру. Шутят труппа тоже из разных уголков земного шара. Бегемоты из Африки, птица-носорог из Юго-Восточной Азии. Из нашего города увезут двух амичей – самоедских собак. От одной отказались владельцы, просто не смогли приручить огромного пса. Хозяйка другой тяжело заболела. Екатерина Запашная пройти мимо не смогла, хотя в штате мест нет. Собаки адаптировались буквально за несколько часов, но первые минуты в новой обстановке им дались нелегко. Молодец, какая девочка, молодец. Все хорошо, да лошадка, пом. Мы приехали туда, в деревню. Он там жил во дворе, черненький, только голова беленькая. Хозяйка предупредила, что прошлый год только помывка была. Очень долго пришлось намыливать, также долго смывать, так как собака боялась и убегала, паника в глазах. В целом мы потратили день, но зато белый стал. Самоеды собаки подвижные, игривые тренировки им только в радость. Дрессировщики говорят, еще пара месяцев, и новички смогут отработать представление. Юлия Думанова и Сергей Гаврилов, 12 канал. Ну а я добавлю, что и самоеды, и остальные животные все время до тех пор, пока представления не будут возобновлены, проведут в Умске. Это ориентировочно около пары месяцев. В их жизни ничего не изменилось, кормление и даже репетиции. Все по-прежнему расписание. Это как минимум 3-4 человека, которые следят за ними. То есть у каждого отдела, это там верблюда, собаки, бегемоты, попугаи, павлины. Вот там по 3-4 человека, которые за ними ухаживают, кормят, поют. И естественно, из-за того, что это животные, им нужно бегать, репетировать. И они репетируют. Всем животным, всем людям нужны движения. Показала мир у бурая медведица Маша в Большереченском зоопарке. Впервые выпустила на прогулку своих детенышей. До этого хищница активно берегла медвежат от людских глаз. Малышам всего пару месяцев. Они очень активны и с удовольствием познают мир. Интересно, что у всех трех в области шеи белая метка, словно ошейник. Малыши себя чувствуют прекрасно. Пока что они любят только мамином молочком. Хотя они уже начинают пробовать все продукты, которые кушает мама. Но они это делают больше, скорее, из любопытства пока что, чем, допустим, насытиться. Потому что им хватает маминого молока. Хлеба и зрелищ. История с Александром Шлеменко и Александром Емельяненко вновь получила продолжение. В разборки вмешался еще один боец – Магомед Исмаилов. Его поединок с Емельяненко должен был состояться в апреле, но из-за пандемии перенесен на лето. Мага, так Исмаилова называют в бойцовском сообществе, в своем инстаграм призвал всех желающих подраться с Емельяненко повременить до окончания их боя. Сегодня Всемирный день театра. И, пожалуй, впервые за 60-летнюю историю профессионального праздника артисты не услышат аплодисменты из зрительного зала. Учреждения культуры закрыты из-за пандемии коронавируса. Но «12-й канал» готов скрасить тяготы расставания. В рамках телемарафона «А дома лучше» мы повторим все выпуски телепроекта «Плей». Планируем порадовать вас и трансляциями спектаклей. Светлана Веретенникова о дополнительных возможностях, которые «12-й канал» открывает театральному телезрителю. Я написал эту историю для тебя. Театр «Целый мир» в телевизионном проекте «Плей» «12-й канал» пытается объять, казалось бы, необъятное. Через игру, показать жизнь во всем многообразии красок. Я хочу, чтобы люди после просмотра спектакля не говорили, «Е-мое, вот какой г*****». Где можно так говорить? Не знаю. Подумаем. Чтобы люди не говорили, «Вот какой мерзавец вообще!» «Вот что за такой человек!» А наоборот они сказали, «Вот бедолага!» В дни крупных театральных фестивалей, ярких премьер, съемочную группу «12-го канала» пускают в театральные цеха и за кулисье. Перед объективами наших камер в кукольном, музыкальном и драматических театрах открывается то, что не может увидеть даже самый внимательный и преданный зритель. Какой прекрасный театр! Оооо, я хотела его снять! Мы пытаемся показать в человеке актера и в актере человека, сопереживающего и трогательно искреннего, в самые волнительные мгновения. Расставание с любимой ролью. Мы прощаемся со спектаклем. И в момент рождения нового спектакля. В одном из выпусков авторы программы «Плей» вместе с создателями постановки проходят путь от первых робких репетиций до дня премьеры. Да, это здорово. Когда артисты открыты, когда они сами создают, они же абсолютно голые. Они стоят, бедные, и не понимают, что они делают. Им надо все время какую-то энергию создавать. Да я не платью! И сегодня, в непростое время, когда общение между зрителями и артистами прерывается, «12 канал» вновь остается рядом с теми, кто ему доверяет. В рамках телемарафона «А дома лучше» мы не только повторим все выпуски проекта «Плей», но и планируем дальше расширять театральную аудиторию. Самым молодым и динамичным омским коллективом обсуждаем трансляцию мюзикла «Русалочка» и интерактивное шоу актерских импровизаций. А тут хоп, и выходят артисты, и на пупе перед тобой вертятся, и песни поют, и импровизируют. Центр современной драматургии готов специально для телезрителей собрать коллег из разных омских театров и в прямом эфире устроить пир во время чумы. Готовьтесь голосовать, смеяться и сопереживать. Светлана Веретенникова, Олег Ковальчук, «12 канал». В самоизоляции россияне стали больше смотреть телевизор. Особенно много стало зрителей в возрастной категории от 18 до 24 лет. Эти данные приводят эксперты исследовательской компании. Особым спросом пользуются новостные передачи и развлекательный контент. Наша съемочная группа сегодня узнавала у амичей, какие программы на «12 канале» им особенно нравятся. На «12» что смотрю? Омск, местные жители. Нравится. Овертайм. Хорошая передача. Самое любимое – это «Авангард». «12 канал». Ну, хоккей, когда он был, по крайней мере. Ну, новости смотрю. Ну, очень часто смотрю «12 канал», потому что это наш канал. Новости смотрю только по «12 каналу», когда попадаю. Ну, утром, конечно, собираемся на работу. Вот все утренние программы, но в автомате включаешь телевизор, ну и смотришь, полезная информация идет, которая и годится в жизни. Новости только смотрю. И хоккей, когда показывают. На «12 канале» мы смотрим все передачи, и все они у нас любимые. «12 канал» вообще все молодцы. И последнее. Города России зажгут синим в поддержку людей с аутизмом. Масштабная акция пройдет 2 апреля. К ней присоединится и Омск. Официальным символом аутизма считается синий цвет, поэтому именно им будут подсвечены несколько зданий в городе. Участвовать в акции могут также все желающие. Можно, например, повесить на окно синюю гирлянду. Далее подробный прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. Спонсор прогноза погоды и пессивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 28 марта, по области в Омске переменная облачность, снег с дождем. Температура воздуха в городе ночью до минус 7, днем потеплеет до плюс 2. В районах ночью минус 4, минус 7, днем термометр покажет 2 градуса со знаком плюс. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Теплицы из поликарбоната. Выставка продажи теплицу в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Большой ассортимент, привлекательные цены. Доставка и хранение бесплатно. В марте при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Таковы новости этой пятницы, но я благодарю вас за внимание и желаю хороших выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok